Привет, это Салсмания. Сейчас я вам расскажу, как нарисовать сам баркод, потому что часто товар поставляется в магазин уже с нарисованным баркодом, с этой зеброй, а как вы видите, мебель, стулья или товар, который вы будете продавать в магазине, допустим, резиночки для волос, а их, как правило, поставляют 160-150 штук в одном пакете, ни один покупатель за один чек у вас такое количество не купит, соответственно, вам нужно сгенерировать отдельный баркод для учета этой товарной единицы, программу к себе. Поэтому я вам сейчас покажу, как рисовать баркод, какой программкой пользоваться, ссылка будет дана внизу в описании. Это Салсмания, если ты узнаешь что-то новое, подпишись, Расшарь и Лайтни. Поехали! Как правило, продукция в магазине поставляется уже со штрих-кодами на каждой упаковочке, которая продается покупателю на кассе. Она уже имеет и номер штрих-кода, и саму зебру. Но что делать, если нам необходимо самим придумать штрих-код и его распечатать? Как преобразовать числовое значение штрих-кода в так называемую зебру, в рисунок? Вот сейчас покажу, как это можно сделать. У вас есть тумба для секретаря, принтер цветной, который стоит в определенном офисе. Лучше всего, придумывая штрих-кода для этого имущества, пользоваться какой-то логикой. Вот я придумал. 10 – это 10-й офис, 5 – это будет означать этаж, 601 – это 601 кабинет, 0-1 – это первое имущество, которое мы зарегистрировали. Таким же образом можем придумать для цветного принтера. То же самое, 10-й офис, 5-й этаж, 601 кабинет, но имущество это будет 0-2. Таким образом мы придумали номер кода для тумбы и для принтера. Часто в магазины поставляются товары, которые еще не имеют никакого штрих-кода. Черенки от лопат. Они поставляются общей партией и на деревянном черенке негде нанести штрих-код и производитель не будет наносить эти штрих-кода на этот товар. Это очень сложно. Так же, как и на пирожок с ливером, допустим. Наверняка вы видели в супермаркетах, когда все эти штрих-кода кассир печатает из такой небольшой палеточки, на которой напечатаны эти штрих-кода, потому что на сам пирожок с ливером вам сложно нанести штрих-код. Тогда мы можем придумать следующим образом. Вставляем черенок от лопаты. Будет вот это число 1-й, 2-й. Ну, чтобы нам не мучиться, мы можем просто протянуть вниз. Сейчас пирожок с ливером это будет третий. Баркод может быть и длиннее. Вот такое 13-значное число. Аналогично можем протянуть до конца списка с увеличением последних значений этого баркода. Так вот, всего мы видим здесь 10 SKU, которым можно придать баркод через внешний ресурс. Ссылка будет дана в описании. Идем на сайт BarcodeTag. Выделяем 10 баркодов, потому что он может только максимально 10 штук сразу сделать. В код 128, например, можем вставить наши баркоды, но предварительно поставить нужно один штрих-код на строку, чтобы он создал список. Вставляем. И чтобы убрать вот эту вот красную рамочку, удаляем лишние пробелы. Видите, у нас создался список из баркодов, и мы нажимаем кнопку «Скачать». Вот этот список скачался. Мы его открываем. Выделяем уже сгенерированные баркоды и извлекаем в нужное место. У меня была подготовлена папка на рабочем столе. штрих-код и сюда скачиваем. Вот они у меня здесь появились. Теперь, возвращаясь на список с наименованиями, можем сюда внести те баркоды, которые мы сгенерировали. Вставляем рисунок из вот этих все сгенерированные зебры и вставляем. Вот они с у нас вставились. Теперь мы можем их немного подрегулировать под нужный нам размер. Что самое интересное, какой порядок у вас здесь был, такой же порядок здесь и сохранится. Несколько увеличим размер баркода. И несколько уменьшим сам баркод. И разместим напротив каждого номинования баркодик. По последним цифрам мы можем видеть, что они совпадают все. 20, 20 на конце, 3, 2 на конце, 22 на конце, 23 на конце. И чтобы вам цифры потом больше не мучили, удаляем. И таким образом, если вы поставите на печать, то у вас получится вот такой список номинований с баркодами, которые вы спокойно можете распечатать. И далее вот эту вот зебру вы можете приклеить к тому учетному средству, которое вы пытаетесь посчитать. Продолжение следует...